Всем привет! С вами снова Славный Должен Обломов. Настало время продажного славного обзора. Вы, наверное, спросите, почему продажного? Потому что давненько-давненько у нас не было никаких служб доставок, которые засылали бы деньгу за то, чтобы я сделал обзор именно на них, то есть поставил их в начало очереди. Я не помню, по-моему, последний раз мы тестили за деньги фэншуй, по-моему, или что-то такое. Я не помню, так давно было, что я уже подзапамятовал. Короче, есть такая служба доставки, называется Невские суши или Невосуши. Они сказали, типа, чувак, мы хотим, чтобы ты сделал на нас обзор. Я им говорю, чуваки, вы понимаете, что если вы привезете Ложова, то я как бы так и скажу. Они сказали, да, мы понимаем. Я сказал, вы понимаете, что я протестирую у вас трех разных адресов и посмотрю, что вы привезете трём абсолютно разным людям, в разные уголки города. Они сказали, да, мы понимаем. Я сказал, ну, зашибись, давайте делать на вас обзор. Поэтому сегодня мы потестим. Извините, чуваки, если вы привезете дерьмо, значит, я скажу, что дерьмо. Такие дела. Короче, Невские суши. Минимальная сумма заказа у них составляет 700 рублей. Если вообще вы находитесь где-то вне зоны доставки, вам будет стоить доставка 200 рублей. Но я так понял, что мы им позвонили с разных номеров, и они сказали, что вроде как без проблем, даже не на очень крупные суммы, они доставляют куда угодно. Видимо, потому что они недавно открылись, и поэтому как бы стараются наработать себе новую аудиторию. Не знаю. А может, потому что ждут обзора, и поэтому возят куда угодно. Понятия не имею. Короче, вот так вот выглядит их сайт. Примерно вот такие вот у них цены. Цены, честно говоря, очень и очень средние. То есть, ролл там Филадельфия какая-нибудь стоит 280 рублей. Примерно столько же она стоит и, например, у моих любимых вкусных сушей. Ну, я не знаю. Можно было бы, конечно, сравнить Невские суши со вкусными сушами. Блин, но это на самом деле достаточно накладненько будет по баблу. Поэтому мы так на глазок, пожалуй, сравним. Штука вот в чем, друзья мои. Штука вот в том, что я не уверен, что они не знают мой адрес. Мой адрес это ни для кого, никакой не секрет. Впрочем, абсолютно пофиг, потому что большинство доставок, они просто, как бы вам так сказать, они просто знают, кому везут, но они не могут быстро-быстро сделать нормально, если они всегда делают фигово. Именно поэтому я сделал следующим образом. Я позвонил своему оператору Сереге, и на его адрес, на его адрес, который никто не знает, через телефон его девушки Маши, Маша, спасибо. Вот, сделали совершенно небольшой стелс-ниндзя заказик. Сейчас я покажу пакетики. Вот, собственно, вот такой вот небольшой заказик им приехал. То есть факт в том, что, во-первых, этот заказ абсолютно такой, знаете, стандартный, типа тут Мидии, Филадельфия и какая-то лапша. Вот, собственно, и все. То есть это не такой огромный заказ, который можно спалить, потому что я делаю всегда гигантские заказы, чтобы шоу шло достаточно долго. Потому что люди, когда я делаю коротенькие обзоры, мне говорят, мы не успели поесть, чувак, это отписка. Вот, поэтому я стараюсь делать обзоры минимум получасовые. Вот, что они заказали. Заказали абсолютно на свой адрес. Конечно, оно уже остыло, пока они сюда ехали. Но этот заказ невозможно было спалить, потому что он был заказан абсолютно на левый адрес, который никто не знает, абсолютно на левый телефон, который никогда нигде вообще, ни при каких обстоятельствах не светился. Мы даже сейчас распаковывать это не будем, оставим интригу до самого конца. Что, собственно, за интрига, друзья мои? Сейчас я сделаю гигантский заказ вот из этого же места, но сделаю уже на обзор. И целиком мы все это распакуем, посмотрим, взвесим, как всегда. А в самом конце, друзья мои, мы сравним то, что привезли мне, с вот этим ниндзя заказом. Поэтому он у нас пока постоит в уголке. Да, кстати, перезвонили, когда заказывали вот этот ниндзя заказ, перезвонили они через 3 минуты. Обещали везти полтора часа, но привезли за 54 минуты или около того. Поэтому, ну, нормально, быстро привезли, лапша тут теплая, я все это чувствую. Вот, но размер роллов, вот что важно. Ну, ладненько, короче, звоним второй раз, делаем уже обзорный заказ. Отправили мы здоровенный заказ, ну, как здоровенный заказ, он примерно на 3000 рублей. Но так как цены у них не очень большие, то там получается достаточно много разных позиций. Они перезвонили через 4 минуты, опять обещали везти полтора часа. Но я надеюсь, что привезут гораздо быстрее, так же, как и Сереге привезли ниндзя заказ. Давайте посидим, подождем, потому что, на самом деле, обычно чуваки, которые платят деньги за то, чтобы на них сделали обзор, конкретно на них, они обычно делают неплохо. Есть кое-какие ожидания. Подождем. Как всегда, напоминаю, что генеральным, главным, единственным уже очень-очень давно спонсором славных обзоров является приложение Delivery Club. Приложение, через которое вы можете через свой сотовый телефон, не поднимая задницу с дивана, заказать жратву, нажав пару кнопок. А также посмотреть рейтинги хороших и плохих ресторанов. Почитать о них отзывы и заказать из хорошего места. Там накапливаются баллы. За эти баллы вы потом сможете заказать себе, например, халявную пиццу или что-нибудь такое. Ссылка на нашего генерального спонсора находится, генерального обзорного спонсора, находится в описании под роликом. Delivery Club, большое вам спасибо, вы красавчики. Кто жалуется, что очень много спонсоров, ну вы извините, если вам нравится, есть под славные обзоры, потерпите пару минут. А еще лучше скачайте приложение Delivery Club. Ну я не знаю, друзья мои, ниндзя заказ привезли меньше, чем за час. Заказ для славного обзора мы ждем уже полтора часа. Нам позвонили, перед нами извинялись, сказали, что там что-то по пробкам. Навигатор у водителя показывает, что до нас ехать 40 минут, там еще что-то, короче. А суть в том, что полтора часа мы уже сидим, матки голодные, ждем, 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 ждем и еще раз ждем. Что-то, короче, с ниндзя заказом получается, получилось как-то все достаточно круто, а вот не с ниндзя заказом получается как-то совсем не очень. Ну ладно, всем придется дождаться. Мы еле-еле удерживаемся, чтобы не распаковать наши ниндзя пакеты и не посмотреть, что же там внутри. Типа сохраняем интригу. Час 41 минута. Ну по факту, вообще по факту, мы так разлакомились, что они привезут за 50 минут, потому что так они привезли первый наш секретный заказ. А на самом деле они обещали привезти в течение полутора часов. Но даже исходя из этих данных, они опоздали все равно минимум на 10 минут, потому что везли час 40. Окей, вот наш чек, заказ всего лишь на 2470 рублей, после заказов на десяточку меня уже ничем не удивишь, это считается скромный заказик. Тем не менее, 2470 рублей. Как мы задолбались их ждать реально, ну ладно, мы уже все задремали. Так, что это у нас такое? Ооо. А, это реклама. Блин, а пивасик-то ледяной. Я просто знал, что я так задолблюсь ждать, что заказал себе пивасик. А пивасик-то ледяной, 13 градусов пивасик, если что. А вот кола, по-моему, не такая холодная. Кола 15 градусов. Но тоже прохладная, напитки прохладные, это очень радует. Привезли нам... Так, была термосумка? Да. Была термосумка, вот все, что горячее у нас в таком вот отдельном пакетике. Вот это я такой лапша. А другие, все роллы, все, что холодное, приехало вот... Это, смотрите, это арт. Это реально арт. Но, видимо, парни открылись недавно. Хотя, кто их знает, когда они открылись. Поэтому у них фирменных пакетов еще нет. И не тратьте бабки на фирменные пакеты. К черту фирменные пакеты. К черту буклеты, скидочные карты. Главное, чтобы делали хорошо. А все остальное идет нахрен. Ладненько. Сейчас я... Мне нужно изучить эффект вода в премьере, который называется «Размытие». Чтобы, знаешь, так непонятно, что я тут, короче, вот так и сделаю. Погнали, славный обзор. Но я-то сначала распакуем горячее, чтобы удостовериться, что горячее действительно горячее. Так. Вот у нас коробочка. Судя по всему, в этой коробочке идет... Или лапша. Да, это лапша с курочкой. Ну... Ну, респект и уважуха, на самом деле, все неплохо. Лапша с курицей или соба с курицей. Одна порция 180 рублей. За 180 рублей мы получаем... Если тут будет 400 грамм, значит, я буду рад. 593 грамма. Ну, ничего так. Но... Ничего так. За 180 грамм. Ну, давайте вывалим на тарелочку. Так, вывалим. Наверное, вот на эту тарелку вывалим. Так. Так. Окей. Лапша. Чек. Курица. Есть. Курица не то, чтобы очень фантастически много. Что-то там плавает. Давайте попробуем. Отличная лапша. Обычно у этой лапши, когда ее продают, у нее всегда одна и та же проблема. Она сухая. И люди, они, знаете, даже бывает порция большая, но жрать не хочется, потому что сухое. Они что-то накидали туда, поджарили. А тут, смотрите. Здесь все как бы в таком кисло-сладком каком-то соусе. То есть лапша вот такая обваленная, она очень нежная и, можно сказать, сама пролезает внутрь. Хорошая, нежная, мягкая курица. Ну, смотрите сами. За 180 рублей это очень круто. Если честно, я думаю, что они ставят такие цены исключительно для того, чтобы набрать себе клиентов, а потом цены увеличить. Либо скатиться. Ну, потому что, потому что вот такая порция за 180 рублей и так сделанная, это слишком крутовато, чтобы быть постоянной правдой. Как всегда, хочется чуть-чуть побольше курицы, но, как говорится, много хочешь, мало получишь. Респект за 180 рублей, эта порция просто огромная. Но давайте распаковывать горячий пакетик. Вот он, горячий пакетик. Итак, горячий краб. Суши запеченная, креветка с креветками и гребешком. Так, 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 так. Ах. Так. Выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Оно еще теплое. Давайте взвесим. Значит, запеченный краб, горячий краб, вот эти вот пять штучек стоят 300 рублей. Тара. Блин, стоит реально забыть сбросить те 10 тысяч комментариев. Напишет. Забыл. Забыл. Дружи. Реально, в личку 50 тысяч сообщений. На такой-то минуте ты что-то забыл, дружи. А 254 грамма за 300 рублей, это не самое фантастическое, что я когда-либо видел. Но они большие, аккуратные. Вроде как грех жаловаться. Давайте посмотрим на комплектацию. Так. Соевые соусы, некрашенный имбирь, васаби. Так. Комплектация это все. Лайеры, которые никогда не интересны. Комплектация зашибись. Ух ты же надо, божечки ты мои, обалдеться. Пачка салфеток на 2400. Неплохая пачка салфеток. Влажные салфетки для протирки всякого. И палки. Хорошая, уверенная комплектация. Палки в количестве 5 штук. Попробуем запеченного краба. Возможно, имеет смысл махнуть его в соевый соус. Говорят, чтобы не было заусемцев на палках. Палки какие-то заплесневелые. Ну ладно, стандартные. Так. Краб пошел. Очень нежный ролл. Чудовищно нежный. В нем еще внутри есть немного угря. Огурчик. Все очень аккуратно нарезано. Все очень аккуратно свернуто. Ну, как бы пока что грех жаловаться. Сложно сказать, что там внутри. Я, если даже шапочку, предположим, вот эту вот шапочку. Не знаю, настоящий ли там краб. Или это крабовые палки. Сложно сказать. Но это вкусно. Это вкусно. И это может стоить 300 рублей. Вот здесь грех жаловаться. Ладненько. Еще у нас есть сушины. Запеченные сушины с... Так. Запеченная суши гребешок и запеченная суши креветка. Вот так вот они... Так. Вот так вот они выглядят. Две запеченные сушины. Не титанического размера, но нормального. Они стоят по 65 рублей. Вместе весят 82 грамма. Попробуем. Ммм. Вот запеченные офигенные. И соус в тему. И шапочка в тему. И начинка есть. Они не самые большие, которые я когда-либо видел. Но вот запеченные офигенно вкусные. Очень похоже на тот соус. Самый мой любимый соус, который... Который подают суши white. У них там какой-то секретный рецепт. Вот этот соус мне очень нравится. Вот тут похож. Вот запеченная сушина просто офигенная. Небольшая, но она офигенная. Итак, друзья, моя притча во языцах. Это то, на что у меня обычно мега бомбит. Вы помните мидии, которые приехали на непонятные зеленые к синей соли? Помните? Как соль для ванн. Вы помните мидии, которые приехали с кучей риса? Вы помните мидии, в которых было столько риса, что там самих мидий не было? Вы помните мидии, где крошили сами мидии и бодяжили с чем-то? То есть не мидия была, а крошили ее то ли в блендере, то ли еще что-то, чтобы их казалось больше, смешивая с майонезом и всяким. Вот у меня от этого всегда пригорает. Это мидии. Они стоят 250 рублей. Это мидии, которые мы заказали для славного обзора, и они теоретически могли бы быть поставные. Так. А вот тут у нас... Нет, не тут. А вот тут у нас идут мидии, которые я назову ниндзя-мидии. Они уже полностью остывшие. Короче, это одинаковые мидии. Но вот эти они не знали, кому везут, а вот эти могли знать. Итак. Могли знать. Неплохо. Очень неплохо. Не знали? Почти то же самое. Но... Не знаю. Не могу сказать, что... Тут... Может, тут, конечно... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре... Ну... Короче, одинаково. 36 градусов. Так. Запеченные мидии. 50 рублей. Лимон я не учитываю, потому что я злой. За 250 рублей 187 грамм. Ладно, я попробую те, которые горячие. Но сначала я их немножечко... Но сначала я ее разворошу, чтобы вы видели, что там внутри. Я не хочу видеть там рис. Итак. Мидия есть, сыр есть, риса нет. Вкусно сделано. Сырный соус. Но... Один маленький минус. Слишком жирновато. Вот у вкусных сушей... Или у суши white... Да, ты вытираешь его рукой. И зачем тебе салфетки? У вкусных сушей, у суши white... У них как бы соус такой, знаете, пикантный, кисленько-острый такой. Тут слишком, слишком жирно-майонезный он. Слишком вот трололо-жирнота вообще. Вкусно. Обалденно. Сырно-майонезно. Но... Трололо-жирнота. Так. Еще одну. Их реально нужно чем-то облегчать. Я не знаю чем. Но нужно сокращать количество майонеза в этом соусе. Потому что чудовищно жирная штука. Ее нужно делать более интересно, пикантной. Но это вкусно. Это мидии. Эти мидии точно попадают, не знаю, в топ-5 мидий. Ну, может не наравне со вкусными суши или суши white. Но это вообще не то, что вам привозят там из двух берегов или еще откуда-нибудь. Это реально вкусная, большая порция запеченных мидий. И я вообще не считаю себя кинутым ни в коей мере, ни в коем случае. Это то, за что можно и за что хочется платить. Ну и как мы видим, ниндзя заказ от нашего заказа ничем не отличается. И это хорошо. Они не пытались нас обмануть. Вот было бы весело на самом деле, если бы они пытались нас обмануть, знаете. То есть Сереге привезли бы хрень, а мне бы привезли бы что-нибудь божественное. Вот тогда бы у меня, вот тогда бы бомбануло просто на весь рунет. Но пока что нет. Пока что не бомбануло. Погнали дальше. Курица терияки 220 рублей за 300 грамм. Ну, с учетом коробки это будет 300 грамм. Понятия не имею, что там внутри. Забыл уже, что заказывал. Мы тут уже задремали, пока ждали. Так, курицу вижу. Ну, это хорошая порция за 220 рублей, чуваки. Но, как вам сказать, лично в моем личном представлении, курица терияки это обжаренная курица, которую обволакивает такой, знаете, карамельный терияки соус. Вы знаете что? Вот сейчас я вам покажу примерно, как выглядит терияки соус. Короче, когда я слышу терияки, я хочу видеть что-то вот такое по типу густоты моторного масла, извиняюсь, или кленового, или шиповникового сиропа. И когда мне говорят курица терияки, я хочу видеть эти кусочки обжаренными и вот в таком густом каком-то кляре, понимаете? А вот здесь я извиняюсь, ну, я все понимаю, но... Я вроде как... Я не помню, чтобы я заказывал суп или бульон, друзья мои. Попробуем. Ну, это не курица терияки, понимаете? Это просто... Нет, понятно, что ее не варили, а жарили. Но ее жарили, видимо, долго, не быстро. Это какие-то вареные кусочки, в которых... На которых, видите, не остается на них никакого терияки. То есть там в рецепте, может, терияки и был, но он весь в виде воды вот тут. Или нет? Да, в этом бульоне, в этой подливке, что-то такой-то жидкий, жидкий вкус какого-то терияки. Но вот на самих кусках тут нет ничего. Ничего, никакого соуса. То есть как-то его нужно обмакивать, обволакивать. И, я извиняюсь, курица терияки, это когда вот так. Это когда вот так. И когда ты берешь кусочек... Я не говорю, что это должен быть чистый терияки соус. И когда он вот такой. Вот это курица терияки. А вот это... Вареный просто кусок куры, с которой натекло пол чашки непонятного жидкого бульона. А хорошая ли эта порция? Да. Мягкая курица? Да. Тепленькая? Да. Хочется ли это называть курицей терияки? Вообще нет. Чуваки, видно, что они не жадные. Все дела. Рецептуру надо менять. Я бы лично обжаривал очень быстро эту курицу в водке, реально до корочки. Потом просто заливал бы каким-нибудь терияки, не знаю, с соевым соусом подвыпаренным, чтобы все это дело было густым. И вот так бы вез. Но это лично я. Потому что это похоже на суп, с которого слили много воды. И у кусков курицы терияки вкус не чувствуется вообще абсолютно. Это блюдо может стоить и 300 рублей. Только вы сделайте его реально нормальным. Погнали дальше. Далее у нас идет опять терияки, только в этот раз лосось за 280 рублей. За 280 рублей у нас тут 250 грамм лососьца. Ну, а вот это уже похоже на правду. Нет, серьезно, вот это уже похоже на правду. Смотрите, даже какая-то подача есть. Аккуратненько. Видите, никакого бульона, вот. Весь кляр, он, видите, он налипший на куски рыбы. Вот это, я вот сейчас уже даже представляю, какой он на вкус, честно. Да. Ну, это можно назвать лососем терияки. Видите. Так, это убираем. Значит, не надо. Видите, на него терияки соус просто везде прилип. Вот это, безусловно, съедобно. Если бы сюда еще добавили комок риса, это была бы просто фантастика. Знаете, не заменить половину лосося рисом, а просто, типа, ты такой, ну, я заказывал только лосось, а тут оп, и комок риса. Небольшой такой, знаете, тоже с парой капель соуса терияки, вот это было бы, вот это блюдо было бы просто фантастическим. А так, неплохое количество лосося, и сделано все вкусно. Реально лосось терияки. Впрочем, даже не столько терияки, сколько с таким апельсиново-соево-териячным кляром. Вкусно? Вкусно. Съедобно? Съедобно. Начинаем распаковывать ключевое. Все-таки немские суши, а не суши. А суши для меня это и роллы, и запеченные, и все, что угодно. Так, это сливочный угарь. Уже вижу, что сливочный угарь сделан очень аккуратно, а сливочный угарь стоит 280 рублей. Клей весит 287 грамм. Это считается большой ролл. Свернут. Аккуратно. Филадельфия есть. Так, а что, кстати, зашибись? Ну, он, может, не такой гигантский, как самая большая филадельфия, которую я из вкусных суши получал, но это отличный ролл. Попробуем? Отличный ролл. Круто свернут. Рис не доварен, не переварен. Он прохладненький, потому что был запакован в отдельный пакет. Не ехал там на горячих мигах или еще на чем-то. Огурчик тут порезан соломкой. Огурчик порезан соломкой. Ну, смотрите, реально все сделано великолепно. И, главное, вкусно. Нормальная филадельфия. Ну, то есть, это, конечно, не сама филадельфия, а санкционная. Ну, а бывает, что ее заменяют непонятным то ли творогом, то ли дерьмом каким-то. А вот тут нормальная как бы замена, то есть сливочный сыр такой вкусняшный. Ну, это отличный ролл. За 280 рублей это отличный ролл. То есть, реально, вот этот ролл, он идет реально на уровне вкусных сушей, чуваки. Давайте еще один распахуем. Может, это ошибка какая-то. Может, они накосячат где-нибудь хотя бы. Филадельфия с лососем и суши с лососем. Вот они. Так, какая-то рыба подозрительно красная. Я не знаю, может, мне кажется, конечно. Какая-то она слишком... Вот вам не кажется, что она слишком красная? Ну, и пофиг. Большой, аккуратный ролл. Надо его взвесить. Наверное, я просто выложу сушенки. Сушины здоровенные. Реально здоровенные сушины. По-моему, они даже чуть больше, чем у вкусных сушей. Филадельфия. Триста тридцать три грамма. Это реально как самая большая Филадельфия, которую я когда-либо получал из вкусных сушей. Серьезно. Вот я получал из вкусных сушей фильку весом там триста двадцать грамм или что-то, или триста сорок. Вот это один раз такое было. Это было самое крупное. А, но, но, это для обзора нам привезли. А, давайте сравним с тем, что нам привезли не для обзора, а в Ниндзя-заказе. Так. В Ниндзя-заказе Филадельфия... Так, ногу уберу. А, то же самое. Блин, что, до грамма, что ли, то же самое? А, нет, на грамм больше даже. То же самое, только видно, что с другой части рыбы ее нарезали. То есть, вот это вот больше верхняя часть рыбы, а вот это больше теша. Ну, это подозрительно, друзья мои. Что-то на Ниндзя-заказе у нас тут сало какое-то рыбное. Ну, ладно. И та, и та огромные и свернуты очень аккуратно. Ну, вот такая вот Филадельфия. Вот такие вот куски рыбы. Реально грех жаловаться, посмотрите на это. Ну, блин, вот это ролл. Вот когда я говорю, что я хочу заказать ролл, я хочу, я хочу получить вот это. Вот такое. Вот так же привозят и вкусные суши. А теперь посмотрите на рыбу. Рыба плотная. То есть, она, она как бы не трухлявая, она идет реально, видите, она не вареная. Она идет аккуратными плотными кусками, пластами. Попробуем. Это отличная Филадельфия. Это Филадельфия уровня вкусной суши и суши white. Вы посмотрите, вот для любителей суши, посмотрите вот на это. Вот это вот суши на. Вот это вот суши на. И она стоит 50 рублей. Вот это стоит всего полтинник. Это отличные суши. Со свежей, упругой, прохладной рыбой. Я не знаю, почему она у них стоит так дешево. Не знаю, где они покупают лосося. Но факт в том, что за эти бабки это очень круто. То есть, это ресторанный уровень. В рейстике попросили бы за это там пятихатку. Там не 280 рублей, а реально пятихатку. Не 50 рублей, а 120 за сушину. Это очень крутая Филадельфия. Такая же Филадельфия нам приехала и в ниндзя заказе. Но в ниндзя заказе она больше приехала с другой части рыбы. Но такая же с кусками рыбы. Ать, развалилась. Оп, а тут спрятали жопку Роула. Ну по размеру, по весу приехало то же самое. С такими же толстыми пластами рыбы. Блин, ну пока это очень круто. То есть, это реально, по-моему, первый вообще претендент. Забарывать вкусные суши. Я люблю вкусные суши. Я сам заказываю у них каждую неделю. Я обожаю вкусные суши. Они уже узнают мой номер. То есть, я звоню при визите. Они такие, да, да, дружи везем. Типа того. Они классные. Но для меня гораздо важнее остаться честным перед своими подписчиками. И вот эти чуваки, которые попросили сделать на себя обзор, это первый конкурент вкусным сушам. Вообще. Потому что вот это вот точно можно брать. За 280 рублей вот это точно можно брать. Осталось у нас два сладких ролл. Один из которых называется Тропикан. А второй комплимент или Камчатка. Я не могу понять. Которые никого не интересуют. Потому что всем пофиг на сладкие роллы. Но тем не менее. Я вынужден их распаковать. Потому что мне девушки потом предъявят. Сладкие роллы. Ролл Тропикан. Ну, они 150 рублей стоят. Тоже, кстати, для сладкого ролла очень дешево. Весит 250 грамм. Увесистая. Увесистая такая фиговина с кучей сыра внутри. Реально это можно есть. Офигенный сладкий ролл. Но когда разделываете апельсин, не кладите туда апельсиновые, как эти, корочки в их пленки. Короче, ладно, сейчас покажу. Я, конечно, кривозадый. У меня совершенно случайно оказалась пара апельсинов на кухне. Я покажу, как это вижу я. Как это надо делать по-правильному. Дело в том, что в сливочном ролле, в сладком сливочном ролле, он настолько нежный, что в нем вообще не должно быть никаких пленок, корок или еще чего-нибудь. То есть он должен быть просто идеальным. Чтобы он таял во рту. Если вы понимаете, о чем я. Так вот. Вот это идет в ролл. Поняли? То есть, без пленок, которые идут вокруг. То есть, видите, я пленки обхожу. Вот это вот идет в ролл. А у кнецких сушей у них вот это вот, вот эти вот штуки, которые как бы... Да нет, это тоже прожевывается. Это не вот эти вот корки. Но оно, оно тоже идет. И это как бы не очень круто. Самурхаракири. Ясень перец. Вот, если они вот эти вот штуки будут класть, это будет идеальный ролл. Ну и так они здоровенные. Они огромные. С подливой, со всеми делами. Это очень круто. А вот это сделает их вообще просто фантастикой. Ой. Что я могу сказать? Пока что Невские суши очень радуют. В плане роллов, в плане громовок, в плане свежести. Реально это... Это... Чешуйка от рыбы попалась. Надо же. Ну ладно. То есть, рыба свежая, рыба упругая, рыба не разваливается, рыба не перемороженная. И громовки всего этого, они здоровенные. Давайте по минусам. Час сорок это очень долго, чуваки. Во-первых, час сорок это очень-очень долго. Хочется быстрее. Я понимаю, что я нахожусь вне их зоны обычной доставки, поэтому они мне привезли только потому, что я сделал большой заказ. Вот. То есть, там на пятьсот рублей они бы сюда не повезли. Либо там доставка тоже стоила бы, я не знаю, там триста рублей или пятьсот, хрен его знает. Вот. Но все равно час сорок это очень долго. И совершенно непонятно, почему в соседний район, грубо говоря, привезли за 53 минуты, а мне везли час сорок. Вот. Может, конечно, пробки начались, я не знаю. Минусы. Над блюдами, которые из мяса, типа курица-терияки, нужно работать, потому что очень хочется, чтобы ты открывал открывал контейнер и там не плавали вот эти куски в непонятный... Там полстакана какого-то бульона. Это что за бульон? Что это? Откуда? Зачем? Здесь как бы я не понимаю, зачем это? Это сок из курицы так натикает? Ну, а почему из лосося так не натикает? Почему с лососем все нормально? Вот. То есть, просто нужно немножко изменить подход. Далее, мидии. Мидии нужно... Они большие, вкусные, но ни о чем. Их нужно стопудово ухитрять, чуваки. Как сказать ухитрять? Закажите мидии из вкусных сушей, закажите мидии из суши white. Это я говорю не с кем сушам. И попробуйте. Попробуйте, какой обалденный сырный пикантный соус у суши white. Попробуйте, какое майонезно-сырное острое безумие у вкусных сушей. И вы поймете, что то, что вы кладете на мидии, оно вкусно. Это прекрасно, чуваки. Это без вопросов можно есть. Но по сравнению с мидиями вкусных сушей из суши white это ни о чем. Ну, оно как бы, как сказать, ну, мазик, сырный мазик такой. Вот такой. Может там с кунжутным маслом такой. Ну, сырный мазик. Ну, это... Ну, так. Ну, то есть это безусловно можно есть. Это вкусно, это хорошо, это по громовкам нормально. Но 70% вкуса это кунжут и майонез. Понимаете? Поэкспериментируйте с терияки, с остротой, с лимонным соком, с соевым соусом. Чуваки, даю вводную. Унаги соус делает мидии вообще другого левела. Я не знаю рецептуры сушевайт или вкусных сушей. Но факт в том, что у них берешь мидию и такой да... А тут мазик, мазик. Ну, типа того. Но, еще раз, у Невских сушей очень большие и вкусные роллы. Очень большие. Я не знаю, возможно, они нарабатывают аудиторию, и потом они либо скатятся, либо они сделают все там в полтора раза дороже, я не знаю. Может, они сейчас работают за себестоимостью. Собственно, торопись, налетай, пока так есть. Я не отвечаю за то, что будет с Невскими суши через неделю, две, три, четыре. Пока что, по качеству, по размеру и по качеству роллов, это первый конкурент вкусным сушам. Если я сделаю еще пару заказов от них, и мои друзья сделают в разные места города еще пару заказов, и будет приезжать вот это, будет выпуск вкусных суши против Невских сушей. Серьезно, я вам говорю, потому что, ну, потому что, а что врать? Они делают так же. Много, хорошо и нажористо, свежо. То есть, даже не подкопаться. Вот такие вот дела. Невские суши, респект и уважуха. Надеюсь, они подправят то, о чем я сейчас сказал. Парни явно не жадные. Я не знаю, почему у них так дешево пока что. Видимо, недавно открылись. Шут его знает, не знаю. А с вами вы славны, дружио обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Напоминаю, что наш генеральный обзорный спонсор это Delivery Club. Приложение, через которое вы можете через свой смартфон или планшет, или с компьютера заказать себе еду с доставкой на дом. Ссылки на это приложение находятся в описании под видео. Качайте, очень удобно. Я не знаю, есть ли в Delivery Club Невские суши. Возможно, скоро появятся, или они уже там есть. Нужно, кстати, будет проверить. Ссылка в описании. Огромное им спасибо. Мой генеральный обзорный спонсор это Delivery Club. Чуваки, я вас люблю. Чмоки, чмоки, серьезно. Что касается Невских сушей, чуваки, очень круто делаете. Видимо, поэтому и попросили на себя сделать обзор. Но я слежу за вами. Я слежу за вами. А моим зрителям я передаю, кто будет заказывать в Невских сушах. И если приедет... Вот вообще не то, что я сейчас показал на видео. Да, кстати, еще в Ниндзе заказе была какая-то лапша тоже. Но она, судя по весу, она... Ну да, она такая же. Я забыл показать. Она такая же. Тоже все забито под завязку. Кому приедет не то, что я показал на видео, пишите. Пишите в мою группу ВКонтакте. Пишите в комментариях к новым обзорам. И мы поправим. Мы поправим мнение о Невских сушах. Но пока чуваки делают очень круто. И вполне возможно, что если они продолжат делать так круто, то придется делать версус с самыми монстрами рынка. А мы все знаем, что это вкусные суши и суши white. Спасибо Невским сушам и Деливери Клабу. Ставьте пальцы вверх, если обзор нравится. Если кто хочет увидеть, кто победит, то ставьте лайки на этом видео. Если на этом видео накопится, я не знаю, лайков больше, чем на остальных видосах. Я не знаю, что эти дают лайки. За них не платят вообще, если что. Ну да ладно. Если накопится большое количество лайков, отличаемое от всех остальных славных обзоров, то я буду знать, что точно пора делать битву титанов. Всем пока.